Место Дублин, столица Ирландии. Время – начало января. Православные румыны собираются осветить озеро в день крещения Господня. Можно сказать, что поведение православных людей не зависит от географии, а от праздника. Кроме кое-каких особенностей, которые бывают в каждом городе, можно сказать, что поведение людей, обряды и таинства, которые совершаются в этот день, одинаковы везде. Освещение воды или реки или озера, и, конечно, благословение и окунание потом в воды, которые превращаются в этот день в воды реки Иордана. Если смотреть на эти окунания со стороны, конечно, это выглядит немножко странновато. Если смотреть даже со стороны христианина, который не обязательно православный, где это у него не в быту, тоже не совсем понятно, почему люди, которые уже крещеные, они уже практикующие христиане, зачем им надо полностью погружаться в воде. Дело в том, что все эти люди, которые мы видим, они уже крещеные, а идут они не все окунаться. Окунание вообще-то в этот день, день крещения Господня, это обычаи, которые особо отмечают славяне, румыны тоже. Люди стремятся побывать именно у реки, у любой источник воды, и, конечно, мысленно все бывают у реки Иордана. Все источники воды получают благословение Иордана в этот день. Кадры, которые мы сейчас видим, это летные кадры у места крещения Господня, Касар-Аль-Ягуд называется, именно на границе между Израилем и Иорданской королевством. Да, граница проходит именно здесь, видите, даже наши пограничники израильские стоят вот в этой стороне, на другую сторону уже будут ярданцы. И вот среди эти пальмы, среди вот этой вот пустыни, самой настоящей пустыни проповедовал Йоанн Претечи, и вот Христос к нему идет и смиряется перед ним, и хоть он сам Бог-человек принимает крещение от Йоанна Претечи. Что это все означает? Это означает, что Творец приходит к своему творению, приходит к природе, которую он сам создал. И мы тоже его творение, а как известно, человек в основном состоит из воды, и вот в этот удивительный момент крещения Господня в Иордане, Господь не очищается в воде и освящается, а сам очищает и освящает воду, чтобы дать ее потом нам в дар для нашего духовного очищения и возрождения. И вот за этим духовным возрождением и стремятся люди к воде в день крещения. В этот день каждый становится ближе к природе, ведь мы особо отмечаем, какая была погода 19 января. Нам, славянам, очень хочется, чтобы был, конечно, мороз, крещенские морозы. В Ирландии в этом году мороз на крещение по старому стилю как раз был, и наша семья отправилась в Дублин, в храм апостолов Петра и Павла, русский храм, на крещенскую литургию и великое водоосвящение. Без особых приключений из нашего Ньюри мы добрались до Дублина. Здесь, в центральном Дублине, есть такой район Хэролдс Кросс, в котором расположен вот такой небольшой, но очень живописный парк, залитый совершенно в этот день. Он был солнцем, как будто сама природа выходила к нам навстречу. И вот вдалеке мы уже видим здание храма, храма первоверховных апостолов Петра и Павла. Холодно, морозно сегодня в Дублине, совершенно такая вот русская крещенская погода, только не хватает снега. Но все равно очень здорово, солнечно, морозно, свежо, радостно. Да, радость этого праздника можно почувствовать, не зависит от места, неважно, ты в Иерусалиме, в Москве, в Афинах, в Дублине. Молимся на литургии в день крещения Господня. В этот день мы все превращаемся в детей. Наша суета с бутылками и с желанием набрать святой воды, наш шум, который мы называем богослужением. Наверное, для Господа это все как шум наших маленьких детей, которые мы любим, но понимаем также и их недостаточность, их немощность и слабость, и любим их за это не меньше. Вот такие мысли всегда посещают меня на многолюдных, торжественных, праздничных богослужениях. Несмотря на англиканские, готические вот своды, архитектура, мы находимся в русском православном храме, который похож на любой другой большой или небольшой собор, приход в России или в русской диаспоре. Причастие также совершают, как везде, запивки, те же самые лица, те же самые люди. Интересно, что среди прихожан немало украинцев, несмотря на то, что это храм Московской Патриархии, где поминаются и патриарха Кирилла и так далее. Но людей здесь, и русских, и украинцев, и молдавяны, несмотря на то, что опять есть румынский храм, где люди могут молиться и по-румынски, поляки тоже. И есть также и ирландцы по национальности, которые нашли в этом храме свое место. Дело в том, что службы проходят здесь и по-английски, и по-церковно-славянски, как и в других храмах сурвистской епархии. И действительно, есть вещи, которые бесконечно выше и политики, и национальных интересов, и наших болей, и пусть даже очень справедливых обид. Господь в этот день призывает всех, всех, без исключений, и говорит, приходите, приимите духа премудрости, духа разума, духа страха Божия, духа явившегося в наш мир Христа. Песня. 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 Благословение воды в этот день – это не какой-то оккультизм, или магия, или волшебство, или, еще хуже, обман. Это и есть предназначение человека – связать творение, природа, с нетварным Богом. Человек – это посредник. В принципе, любой человек, как образ Божий, является священником. Однако из-за падшего мира у нас есть священники, патриархы, которые совершают вот этот обряд, вот это таинство. И все таинства – и в Харистии, и освящение воды – это связывает наш мир, наш падший мир с миром божественным. И таким образом все благословляются. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ По время богослужения в русском храме я в очередной раз убедилась в том, насколько все-таки важно в нашей вере не только духовная составляющая, но и красота храма, чинность богослужения, красота пения. Ведь мы не верим в Бога как в какой-то идеал или какую-то фантазию или виртуальную реальность. Бог и есть наша реальность. А значит, наша вера должна нашу реальность преображать. Конечно, можно молиться с бумажными иконами, можно молиться в каких-то залах, можно даже, наверное, обойтись без пения церковного, хотя по церковным канонам это и не разрешается. Но такое богослужение не будет полноценным. За этой видимой красотой стоит невидимый Бог. Встроенное и красивое пение в храме – это образ ангельского пения. Зажженные лампы и паникодилы и свечи – это образ божественного света. А крещенская вода, которой кропят нас в этот день священники, которую мы пьем после водоосвящения, действительно является для нас источником, бьющим в жизнь вечную. Служба в храме закончилась, но праздник совсем не закончился. Хотя многие после храма сразу отправились на работу, но дома каждый окропит святой водой дом в этот день. И те, кто могли, отправились в парк, в кафе. Теперь мы знаем, куда прихожане храма Петра и Павла ходят пить кофе. В парке есть небольшая кафушка, очень уютная, и тут же в нее выстроилась очередь наших прихожан. Их было легко определить по платочкам на голове. Замечательно, что в Дублине себя, по-моему, комфортно чувствует любой человек, любого вероисповедания. Это очень здорово, и мы никогда не забудем этот день. Первое наше крещение в русском православном храме в Дублине. Ну вот, пожалуй, и все, чем мы хотели с вами поделиться. И еще раз поздравляем вас с праздником и надеемся на очень скорые встречи. Спасибо. 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 Спасибо.